Реализация национального проекта «Чистая страна» на особом контроле и уври у главы республики. 12 мая в селе Яльчики начата рекультивация свалки. Свалка в Яльчиках эксплуатировалась с 1988 года. За 30 лет объем отходов, поступавших со всего района, составил около 12 тысяч кубометров. Соответственно, загрязнялись окружающая площадь и близлежащие реки. В 2018 году завоз мусора на этот объект запретили. Рекультивацией занимается подрядная организация ООО «Феникс» из города Севастополь. Администрация Яльчикского района заключила с этой фирмой контракт на сумму более 8 миллионов рублей. При помощи различной техники формируется тело свалки. После того, как все отходы соберут и уплотнят, полигон будет накрыт. Для формирования саркофага используется у нас здесь щебень, используется глина и используется чернозем с последующей посадкой травы на поверхности. Работы на Яльчикской свалке планируют завершить к середине июля. На освобожденной территории можно будет разместить парк или лесопосадку. Таким образом, в Чувашии рекультивирована пехтулинская свалка в Чебоксарах. Несколько критериев для закрытия. Это не только возраст, а емкость, то есть и уже необходимость. По мере того, как появляется уже инфраструктура и возможности перевозить уже на более современные полигоны, вот эти свалки мы будем закрывать. Следующие после Яльчикской – свалки Аликовского и Канажского районов. Они все включены в проект «Чистая страна» и до 2024 года должны быть рекультивированы. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.